Возвращаемся на нашу Best of 2 серию. Будем смотреть, как у нас продолжит этот путь команда Thunder Predator. Первая каточка была крепкая. Может, и сейчас тоже крепость бытия у нас подъедет. Мы это посмотрим. Она и крепкая была, и с такой концовкой, очень крутой. Типичная американская концовка. Да, да, да. Непредсказуемая концовка. Ну вот, все-таки там Кенсикрю в один момент удачно подловили и смогли закончить игру. Возможно, она бы все равно закончилась в их пользу, но все же у Медузы там была хорошая фарма, она могла вывести. Много Франк руинил своими фидами, и он, возможно, дебустил катку именно от Thunder Predator. А так у них были вполне серьезные шансы на победу, то на самом деле. Если бы не Трапира, если бы не этот Рошан, если бы не этот украденный Аегис, и вот это вот все. У меня вот тут сразу вопрос по поводу драфта. Именно вот первой стадии. Верка, ладно, как бы, ну, герой имеет право на ферс пик, снапфайр, понятное дело. Квинсикрю берут легионку, и ты закрываешь, у тебя и так виндрейнджер, да, против легионки, которая пресс-за атакам, в принципе, снимет стан. И ты еще и Слардара допикиваешь против легионки. Опять же, амплифай дэмэдж против пресс-за атака. Это такое себе удовольствие. Да. Против всех станов, башей. Слардар здесь не должен прям смотреться как-то супер вау, супер гуд. Ну, с другой стороны, пресс-за атака один, а скиллов уже много летит, которые хотелось бы именно снять. Тут и стан от Слардара хотелось бы снять, и стан от Виндры хотелось бы снять. Ну, конечно, стартовый фокус, он есть стартовый фокус. Да, то есть здесь подруинить это может. Ну, я могу со своей колокольни сказать, что для Лелиса супер сигнатурка — это легионка, и когда он брал MVP омега лиги американской, он брал ее именно на легионке. И вот это все, что могу сказать. То есть от него легионка супер крепкая. Опять же, легионка в нынешней мете — это опасный мадам, которая резко может переобуться из такой вот как бы девушки-простушки в демаж-дилера из-за того, что очень много урона дается с Тавровой и третьего левела ультимейта. И там действительно она очень-очень сильно разваливать начинает. Двасадочка, еще двасадочка, еще двасадочка, хоп, и внезапно у тебя лишняя сотка демажа уже на руках. Ребята, в чате отвечу на вопрос. То есть второго сезона омега лиги не будет. Нет, может, он будет когда-то позже, но вместо него заявлен другой турнир. На Epic League, да. Epic League, как раз-таки второй сезон, который первый проходил в июне. В конце июня, по-моему, начало или июля, он где-то в этих числах. А вот второй сезон как раз-таки вместо омега лиги будет проходить со всеми топовыми коллективами. Поэтому там ты увидишь Virtus.pro. Ну, там еще загадка, что они за состав собираются подогнать в ОПП, или все-таки они основу новую соберут. Это пока тайна покрытая мраком. Но буквально через недельку, я думаю, что мы уже узнаем ответ на этот вопрос. Потому что многие, я думаю, ждут основного состава, ждут возвращения Соло, Нуна и же с ними. Хотя... Может, они наоборот перерывчик возьмут как раз-таки, пока лиги идут. Все-таки у нас Фир ушел отдыхать, пока лиги не закончатся. PPD вроде как вообще на пенсию уходил, но вернулся и слил на опенквалах на этот БТС. Интересно, как у него там сложится. Может, он в Европу попытается ворваться, он любит или помансить между регионами. Он так жестко ругался на Течиса в Твиттере. Ой, да. Чуть ли не петицию там какую-то написал. Дед разбухтился. Ну, сейчас уже все, кому не лень на Течиса наговорили. Да есть два таких Деда. У нас НС бухтит постоянно, а там PPD бухтит постоянно. Но на Течис это не бухтит НС. Ну, другое. Она все подряд бухтит. А PPD просто под руку попался ему этот Течис. Да. И я как раз буквально пару минут назад в перерыве между матчами Бухтеж почитала насчет ивента в Дотке нынешнего. Кстати, я так еще и не умудрилась его скатать. Что-то как-то не выпало возможности. Но что-то там уже Бухтеж пошел. Ты катал, Дертайт? Не. Я тоже завтра там еще... Из всех ивентов у меня зашел Аганим. Аганим мне зашел, и то первое... Ну, тоже там. Я помню, я зашла потратить, как только вышла обнова. Буквально разочек успела катать. Потом у нас там тоже была куча работы. И когда наконец у меня кончилась работа и было время покатать, все мои друзья уже наигрались. Мне уже было просто не с кем катать. И в итоге забросился от Лабиринта Аганима. Я где-то каток 70-80 сыграл, и мне достаточно стало. Ну, ты еще терпеливый такой. Что, все эти лвла прошел? Ну, терпеливый прошел, а вот когда новый, пятый добавили, я уже прекратил играть. Oracle. Кстати, вот мы вчера, по-моему, вспоминали этого Oracle, то, что вообще его в Америке не берут. Надо же ж сейв под Легионку, чтобы она не погусила. Хорош под сейв. Опять же, Oracle не стоит забывать. Это герой очень опасный, и против него нужно что-то делать. На него нужно находить какую-то контру, на него нужно находить героя, который будет перепрыгивать через всю драку и пытаться его дизейблить. Мы вчера с тобой как раз-таки видели сталкера, который там у нас на первую позицию залетал. И вот это как раз один из тех персонажей, который может подконтрить. Ну, опять же, для крысы игры. Спирит какой-нибудь, опять же. Спирит, да, вообще вот все вот эти спириты, что будет спирит, с агонимом может очень круто контрить эту Oracle. Что Шторм, Спирит, это самый вообще хороший контрат, который может любое расстояние преодолеть за счет своего литимейта и впитать эту Oracle вон себя. Поэтому прыгуны всегда очень хорошо работают. Ну, да, тут, правда, у нас из всего пулу остался только один Шторм, и Вайда и Эмбер уже забанили. Но Легионка плюс Снэпфайр изначально смотрелось как очень жизнеспособная комба. Вот именно то, что Легионка ультует, бабка заплевывает, любой умирает, все. И изи урон для Легионки. А тут, в целом, если бабки не будет рядом, то можно просто заткнуть, не используя даже ультимейт. Oracle просто дизарм повесить, либо даже не дизарм на Легионку, а вот стопроцентный маг резист по тому, кто оказался в цели. То есть теоретически на Oracle можно даже не использовать ульту, задушить эту Легионку. И Shadow Demon, который, ну, он хорошо бустанет какого-то потенциального кэри команды, эти иллюзии недооцененные местами. Он тут, в принципе, по драке хорошо работает. Он тормозит этих быстрых Слордаров и Верок. И очищение. Ультимейтом очищение, да, само собой. И это еще один подсейф, да, у тебя есть Легионка с пресс-за атаком, и у тебя еще Shadow Demon есть. И фокуснуть кого-то будет очень сложно. Ты хочешь фокусить всех под Amplify Damage, под коррозию в Хейс Слордара, а сделать это будет очень трудно, потому что у тебя будет постоянно меняться фокус целей. Там ты одного героя начинаешь фокусить, его спрячешь. Ты второго героя начинаешь фокусить, пока тот в дизрапшене сидит. На него там пресс-за атак накидывается. И, в общем, очень круто за счет этих двух персонажей Квинс и Крюл в драках могут кайтить. Да, и Фантомка как раз-таки тот персонаж, который может кайтиться. О, мы это уже вчера видели. Фантомка, после которой ТБ, да. ТБ не проигрывает Фантомке. Но здесь справедливости ради для Фантомки больше уже сделано с точки зрения драфтов. И Слордар, который помогает ей убивать за счет Amplify, и Oracle, который помогает ей больше жить. То есть в теории эта Фантомка может больше сделать, чем то, что мы видели вчера. Уж не помню от кого. Энви, по-моему, с кем-то катал. Ну, короче, у нас была вчера серия, как раз-таки, да, там был ТБ, закрывающий Фантомку. Скажу сейчас, кто это был. Ну, это была серия просто заливочная от Фантомки. Ну, это самая первая карта вчерашнего дня была. Это Фузумерс против Infamous были. Играл Таррблейд и против Infamous. Вроде неплохо Infamous стартанули тогда, именно на лайн. Но Фантомка вообще ничего не могущее было абсолютно. Ну, да, ТБ просто нафармил и дал по голове. А здесь ТБ вот как раз-таки этот Shadow Demon. Ты говорила, кого может бустить Disruption. Ну, вот, пожалуйста, Таррблейда. Его и так иллюзии, да, с Манта Стайла, с его личных иллюзий, с иллюзий Shadow Demon. Их там вообще штуком 6-7 будет, и попробуй пробей этого Таррблейда. А там АОЕ вообще нет. Просто его 0. Оно отсутствует. А единственное АОЕ, которое там может... Ну, короче, это не АОЕ, да, Верка, там, Оракол и так далее. Это все не АОЕ, чтобы пробивать иллюзии Таррблейда. Поэтому его иллюзии будут жить. Его иллюзии будут настреливать. И Фантомка... Ну, БФ-чик получается. Ну, да, БФ-чик. Но, опять же, мы прекрасно знаем, насколько медленно фармит Фантомка без Магнуса. Если она будет фармить БФ, потом Дезолятор, потом БКБ, или потом после, может быть, Баттлфьюри, если все плохо пойдет, ей нужно будет сразу БКБ, потому что драки нужно принимать, тогда не будет дэмэджа. В общем, все плохо. Дезолятор не очень круто работает, опять же, против Таррблейда, потому что там огромное количество армора, и все... Весь коррозив есть, который есть у Слардара, и он снимается пресс за атаком. Хорошие бафы, опять же, по Таррблейде. Есть подсейв для Таррблейда, если по нему жесткий фокус будет идти, это и опять же пресс за атак, это и Дезрапшн. В общем, здесь ТБ чувствует себя хорошо. Есть фиксация, самая главная фиксация. Тут единственное... Единственное дэмэдж, который... Ну, вообще, кто наносит, это Фантомка. Если зафиксировать эту Фантомку легионкой, то... В принципе, Фантомка ничего не делает. Я думаю, она здесь кипнет Дезолятор, просто ввиду Слардара, который уже есть. Это может быть лишним слотом. А так, я помню, вот именно на европейском БТСе прошлом, там террор, помню, как-то умер, но иллюзии, которые ШД с ним и сделала, они развалили всю драку, потому что там действительно от них процентная дамаж очень хорошо, а и Зевс голенький, что-то он как-то не совсем оделся у меня. Зевс, да, Зевс такой мужчина. Ну ничего, до своих лет выглядит неплохо, кстати. Неплохо, неплохо. Зевс — это классический пик против террор-блейдов в китайском регионе. В Китае, если видят ТБ, сразу забирают Зевса, потому что этот парень, он реально вот... Кто может нанести дэмэдж вообще по этим иллюзиям и по террор-блейду, это Зевс. Он прям реально сносит террор-блейда. Если у него старт будет хороший, если у него будут там неплохие артефакты, то террор-блейд будет страдать. Реально, Зевс, он очень хорошо работает против тебя. Ну радует то, что тандеры не скупятся показывать новых героев. Орагол этот вылез из Зевс, которого они обычно не пекают. А что по этому поводу наши партнеры думают? Вулканбет дает в этот раз 1.27 на Квинсикрю на эту карту и 3.54 на Тандер Предатор. В принципе, плюс-минус такая же ситуация, как и в прошлой карте, просто кэфчик на Квинсикрю уже немного пониже. Но у них пик хороший, рабочий, просто плотненький такой. И Леший неплохо против Зевса постоит в целом-то. И я думаю, какой-нибудь Гост он себе вынесет для того, чтобы от Фантомки не умирать. И будет шиковать. Хотя Гост здесь, это палка о двух концах. Он его нажмет, и Зевс его лопнет. То есть без выживаемости Лешраку здесь придется немного поработать. Возможно, БКБ придется купить по-быстрому. Скипы, возможно, какие-то там артефакты. Лешрак вообще тонкий парень. Ему что из физы здесь достанется серьезно, его что из магии достанется серьезно, у него хп нет. Герой без хп, поэтому ему здесь нужно очень аккуратно отыгрывать. Не лезть на рожон. Не стоит забывать, что ты играешь на Лешаке, а не на Войтспирите, да? Хотя он и на Войтспирите подставлялся очень жестко, поэтому здесь нужно быть Квину супераккуратным. Что по лайнам вообще у нас получается? У нас хорошо будет стоять Лего. Какой-нибудь секрет на топе, по идее, да? Потому что вот лайн такой, Фантомка и Оракл, ну, они Леги ничего не делают. То есть там что-то заряжает и летит, замедляет, то там сразу опять же пресс-атаку набегает. По идее, неплохо должен как бы этот лайн стоять. Опять же, при помощи Шаду Демона должно все хорошо смотреться. Сверху Терри Блейд против Слардара в Эрке. Ну, по идее, тоже будет фармить. Если что, всегда с пятого левела можно уйти в лес и там все свое вынести. Никаких проблем это не было на протяжении всей истории Терри Блейда, да? И его лесных похождений. Вот. Ну, бабка, в принципе, его там нормально будет на лайне охранять и сейвить. И на миде. Вот это главное противостояние, вот как центральный коридор у нас постоит. Квин против Лео Стайла. Потому что от их фарма, передвижения и личного исполнения в очной ставке один на один очень много зависит на этой карте. Мидгейм уж точно зависит сильно. Действительно, это надо будет посмотреть. И что будет у нас Зевс фармить. И как это будет складываться. Франк что-то тут решил и Рошана поагрить. Кабину ему разбили. Опа! Рошана ощутил. Он уже полностью отрегинился от этих пар тычек, которые Франк успел нанести. И Франк, кажется, да выделывался. Нет? Нет. Да выделывался просто Шату Демон. Он с первой словил от Рошана баш. Но что-то он хейтерок какой-то МСС, видимо. Мэтью зашел на хайграунд. Что-то он здесь прям очень хочет, видимо, взять рунку. Виндран у него уже вкачан, так что отходить он готов. Но SVJ тут по нему может и, кстати, дробаш прописать в один момент. Так что лучше уж отходить, кому-нибудь другому эту рунку заставить, идти забирать. И нет, рунка должна будет выигрываться. Хотя Лео Стайл побежал. Но все ресурсы теряет. Все абсолютно. У нас Тандоры здесь. Бабка просела чуть-чуть по ХП, но гораздо жестче досталась Оракулу, который первую кровь еще и Квину отдал. О, легчайший нули для него. Еще и Тангуса себе прикупил за место того, что в этом файте потерял. Я так понимаю, 4 баунти рун и еще плюс Фюзблат, да, за конец Экрио. Ну и отдал с этого. Да, ничего страшного. Раз таким восполнит. Не хотел фласку тратить, скорее всего, на любую. Смысл нет. Потратишь эту фласку, потом будешь стоять на лайне с Тангами, еще там Курьер, не дай бог, где-то умрет, когда ты будешь это все нести. Поэтому лучше умерять и присти с фулл-оригеном. Тем более на тот лайн, где ты будешь всегда в разменах. Ну вот будем смотреть теперь. У нас такая получилась небольшая забусточка для Квина. И как он теперь относительно Зевса с этим будет воевать. Мэтью, что-то много ресурсов теряет, конечно. Но стики у него заряжены. Это плюс. Его убийственный фар теперь с одного бласта так просто не получится. Очень много у него расходников. У него стики, у него и Танга, и фласка лежат на седьмом слоте. И еще плюс ко всему у него феррик. Так, МСС отводит крипов, пытается их погонять. И уже иллюзками потихонечку их агрит, агрит, агрит. И водит как хочет. Контролит хорошо эти иллюзии, я смотрю. Но крипы пошли, пошли. Ранжевичок, правда, вернулся обратно на родину. Но все остальные нормальные крипы отагрились. СВЖ хорошую работу делает. Вот, помните, непонятно, чем занимается. Потому что по-хорошему Терреблейду из-за этого дают фармить. Сейчас огромная пачка крипов просто на Терреблейда поедет. Вот тут Ранжевика заделал неприятно, в самом деле, для Ювара. А ладно, он тут метаморфозу не качал на первом, смотрю. Так что придется ему какое-то время в любом случае потерпеть, пока не вкачает второй. Вот, метаморфоза есть, сразу же прожимает. Это должно было произойти несколько раньше. Ну ладно, теперь же крипов подобивает хотя бы. И Франка можно немного погонять, пока есть такая возможность. Но Мэтью вот что-то проседает по ХП. Правда, тангусы у него в загашнике лежат. Он их даже в основной слот не вытаскивает еще. Только сейчас Фласку пока отпевает. Блин, вот сколько лет уже, как Фласка не сбивается крипами, но каждый раз, когда я смотрю, как лесной крип делает тычку, до сих пор сердце замирает. Фласку. Мэтью. Опаньки, замедление словил, еще пару тычек словил. О, да. Найс, Фласку попил парень. Ну, 8 стиков еще может как-то дадут пожить. Но тем временем у нас Зевс на миде погибает от Квина. Помог, мы все слышали. То ли в смоке, то ли как-то он это сделал. Не знаю, потому что там стоял вард, и он как-то зашел. То ли Зевс далеко очень вышел, то ли что-то произошло, пропустил этот моментик. Да, я тоже пропустил. Мне даже интересно, как так получилось, потому что... И вард есть, действительно. Ну, такое ощущение, что реально смог, потому что слишком уж медленный для таких внезапностей. Shadow Demon, чтобы в открытом поле выходить. Даже если далеко зашел Зевс. Возвращаемся к тому по поводу хорошего состояния. Сейчас МНЗ просто умрет здесь. То есть, если он так будет размениваться, в пачках крипов просто ему сейчас все хп снимет, Лелис. Да, он там может просто стрелы закинуть, он их максит как раз-таки отцы. И одни неудачные отцы МНЗ может либо погибнуть, либо оказаться очень близок к гибели. Тем более, что у него два стака яда на нем висела. Это тоже неприятненько. Эрегент только-только едет, фласка. Только доезжает до него. Ну, неприятно. Вот Лего, как раз-таки о чем и речь. То, что она идеально, этот лайн стоит, вообще ничего никто не может здесь делать. Опять же, под шаду демоном все. Здесь хорошо смотрится. И Лелис тут очень много забирает. Вот Oracle приятен обычно на линии тем, что он помогает, что он может счистить какие-то там дебафы со своего кора, когда стоит с ним на линии. Но, к сожалению, когда дело касается ШД, это не работает. И если ты счищаешь его с таки яда, они просто юзаются, и твой кор демаж получает. И вот тут, может, неприятный момент возникнуть из-за этого. Но Oracle пока только с руки пытается харасить. И, да, может, с руки у него всегда оставлял желать лучшего. Поэтому вообще не страдает от этого легионка, который уже и с моментов куражем. Ну, не, все хорошо сейчас на четвертом. Либо пресс-атак возьмет, либо вообще моментов кураж на два и будет стоять. Да, и Манзет здесь очень сильно проседает. Опять же, огромная пачка крипов постоянно. И вот у него только до него доехала фласка, он опять все, в принципе, потратил. У Oracle есть фласочка, ему нужно отойти куда-то под тауру, выпить эту фласку. Потому что Лелис опасна, произойдет так. 14 тиков ни в коем случае нельзя нападать, потому что может быть моментальная ответка. Просто Лелис развернулся бы на этих стиках, и просто они бы еще бы снесли эту фантомку. Да, он как раз-таки стики эти бережет, и очень хорошо Манзет их заряжает. Из-за того, что он даггера пока докидает, Лелис все это дело ловит. И вот 15 стик уже получил. Скоро замаксит все свои заряды, и там уже будет, наверное, больше, чем пол хп себе восстанавливать суммарно. Хотят, хотят с прокаста просто щелкнуть здесь фантомку. Я думаю, она рано или поздно доиграется вообще. Она выйдет рано или поздно из-под тавра, просто потому что крипы кончились здесь. Отвести уже не успевает Манзет эту пачку. И ММСС, ММСС, Нукась, байт есть, произошел. Отцы полетели, и ММСС по лесам по полям гуляет, но такое ощущение, что пятерочка-то здесь может и не выжить. Отцы, к сожалению, в хд еще, но 7 секунд опасно. Все ло хп, и вот это вот как раз-таки та ситуация, когда ранить это хуже, чем убить. Оракл будет вынужден либо стоять все это время за спиной и ждать. Ой, там у нас убавка погибла где-то. И франк может погибнуть в размены. Это будет фраг Лиевара, но у него в мета закончилась очень не вовремя. Вот это беда, надо к крипам возвращаться. Очень много крипов теряет, на самом деле, вот в этих движениях, потому что они там мрут, как мухи сейчас на лайне. Он все бегает, бегает. Попытались убить, попытались заработать, но не в свою пользу. Не в свою пользу, так пытаться на варочку нападать. Оставляет здесь... Извиняюсь. Оставляет Квину Баунтируну, правую. Сейчас Квин ее заберет, наверное, скорее всего. Тут еще посмамим чуть-чуть. У него еще мана есть. Он по крипам переласхитил существенно Зевса и по Нетверсу. Смотрю, он уже тоже больше, чем на тысячу перегоняет. Конечно, два фрага имеют место в его Нетверсе, но и помимо этого он крипчиков просто лучше бьет. То есть здесь пока у нас Леший Эмит выигрывает. Ну не то чтобы в салат, но хорошо так плотненько выиграл. Сейчас и дабл дэмэдж внизу заберет. Да, вот можно за Баунтосом теперь не возвращаться. Можно послать туда какую-нибудь шестерку. Шаду Демон Смок имеет. Они опять хотят на этого Зевса выйти. Думаю, сейчас Мачок он заезжает где-то. И просто... Да, Квинс шестый, поэтому чаще враг будет. Так, прочекал здесь Вард. И очень, очень сейчас Зевс в жесткой ситуации. Вот он и боится. Он и боится. Он вообще не выходит из-за Тавара. И в ренже такой приличный стоит, чтобы уж наверняка и Оракл сюда подогнал, чтобы немного спас. Ну, попытается хотя бы... Эффект стана нет. Он же ничего с него не снимет. Нормально. Он пытается его выхилить. Есть стопроцентный маг-резист, который немного спасает положение, но ненадолго. И Квин сам выжил, хотя и впитал ультимативно от Зевса. Очень много лоухитовых персонажей сейчас у нас от Квинси Крю на карте. Но Квин подхиливается Оракл. Он как раз-таки, который не смог его добить своим третьим спылом. И МСС сейчас тоже немного подхилит, получается. Хотя... Хотя добил в этот раз. Пьюрифайн Флеймс работает на ура. А Мэтью должен будет от яда вроде как догнить, но добить его решил сам стрелами своими Лешрак. Хорошо. Вышел отсюда победителем в любом случае. Получил свой ассист. А тем временем у нас еще Франк опять погиб. Ну что-то у Франка сегодня не самый лучший игровой зенит. Верка его кинула просто и из-за этого Изи просто килл на Хлаждаре. Деда пытался спасти. Ну не спас, не спас. У Лешака все хорошо. Очень хорошо здесь МСС под него действует. Опять же очень часто приходит, к нему помогает, этот мид стоять. И у Квинс здесь все отлично. В отличие от Зевса, который сейчас даже сапожок себе только-только донесет. У него все идеально, уже в Юл выходит. Опять же хорошие варды. Но тут сами по вардаму гуляют у нас ребята уже из Квинс и Крю. И Зевса просто ничего не остается. Как просто под таврой. Они именно зонят его, да. Чтобы он из-под тавра не вылазил. Вообще никуда не пытался ничего фармить. Но сейчас здесь довольно мощная перетяжка от самих Тандер Предаторы. Это может бабке стоить жизни. Она хочет скатровый пластер и печеньку напоследок заставать. Да, у нее скатровый пластер и секунду только будет. Успеет ли? Не успевает. Ну ладно, ну ладно. Федануло. Конечно неприятно. Очень много времени выиграли. И Квин тем временем четвертым уже деболиком просто сносит этот центральный тавр. У него перефарм дичайший относительно Зевса. Вот что он будет фармить мне конечно интересно. Как он будет спасаться от мага плюс физрезиста. Мне кажется, что реально имеет место билд какой-нибудь через гост плюс БКБ. Но хотелось бы сначала конечно вот эти юла, травела, вот это вот все. Но у него темп пока что позволяет. То есть тут вообще еще не скоро раскроются и Зевс и Фантомка. Так что он может успеть дофармить эти два слота и только потом перейти к своим защитным артефактам. Фантомка если сейчас стрянет на дуэль где-то в крипах, то она моментально умирает. Но нет, Лешак начинает двигаться в другом направлении. Хотя сейчас можете Фантомку найти. Что-то найдет, а он солото ее не убьет мне кажется сейчас. Она под тавр точно успеет отойти. Нужна подтяжка от Резион. Если будут крипы, она успеет отойти. А так можно встрять. Все, Фантомка наверх телепортируется. Ну, дефолтный выход под десятую минуту по таврам. Лешак отправляется в нижний. Фантомка моментально телепортируется на верхний. Ну и размен А-1 таврами. Но плюс ко всему еще один тавр упал у Thunder Predator и на миде. Это вот не очень хорошо. Неужели этот наглый вард, который поставили здесь не спалит? Нет, все-таки спалили. Потому что там Oracle смотрел прямо на бабку, когда она его ставила. Так что здесь вообще без вариантов должно быть. Queen перетягивается на Фантомку, попытается разобраться. Пульса работает, но тут Франк может сочненький стан прописать. Есть дуэль по Франку отличная. Вот и первый демош подъехал. Лелис плюс десяточка легчайшая. Мэтью также догорит у нас с ультимейта от Oracle. Ну, ого, господи, от Oracle, от Queen. И пытается как-то здесь избежать смерти Фантомка. Но и будет трудно. Тимейты есть какие-то, кому прыгнуть? Нет. Нет, и тут окружают со всех сторон. Должна умирать абсолютно сто процентов. Тут станчик бы как-то по ней попасть. Ну, под замедление можно было бы, но решили даже не тратить спелл. Просто под пульсновые забрали. И метаморфоз от Ювара, которая помогла это сделать. Грамотное решение. Вот не захотелись они меняться товарами. Просто пошли и разбили кабину. Тандер-предатор и... Ну и товар не потеряли. Да, баунтер-рун много забрали. Три, по-моему. За баунтер-рунами вроде три, да четыре. Четыре баунтер-руна опять забирают на десятой минуте. Ну вот и пять тысяч получилось. Теперь у нас Лишрак уже практически с Юл Цептером на десятой минуте. Это при там нулике и апнутых стиках. То есть очень хороший тайминг получается. И там Ювар, я думаю, тоже уже что-то такое серьезное должен себе позволить. Пока вижу у него банду. И он уже Яшку купил. Все хорошо. Прямо сразу так получилось. Да. В Тесенции тут главное не загулять. Потому что у него очень хороший мувспид. Сейчас по 410. У него есть Юл. У него есть брошка. Реально может загулять здесь. И Фантомка, и Зевс. Соло здесь будет. Ну вот бабка рядом. В случае чего поддержит. У него ульты, правда, пока нет. Так что все, что она сможет сделать, это на печенье как-то подцелить. Байтит, байтит. Леля здесь. Ну, пресса атак можно кидать смело. Снять с себя короте в Хейс. Но я думаю, пока переждет так. Да, нормально. Он даже, видимо, не хочет ману тратить на всякий случай. Пригодится еще. Тем более, все-таки пресс за атаку иногда хочется на атаку оставить, чтобы атак спид повысить. И, возможно, он хотел и такого момента дождаться. Но все его тиммейты совершенно в других сторонах обитают. Нижнюю вышку все-таки добрать. Ивар решил под катапульту. Делает это довольно быстро. Ну и в размен Лелис не отдает этот Тавр Т1 на топе. То есть здесь нужно больше сил стянуть. И мы видим то, что Тандровит втроем стягивается, чтобы добить эту несчастную вышку. 200 хп. Ну, заберут ее, наверное. Хотя смещаются. Опять смещаются у нас. Можно просто телепорт нажать. Есть же глиф. Можно глиф нажать. Еще потерпеть с Тавром. Я думаю, под конец будет, потому что заходит. Заходит. Франк здесь. На Юл будет стревать. Но его здесь Оракл должен приковать ультимейтом. Отлично. Здесь сразу снимает ему Юл. И Франк бежит на маг-резисте. Но стан, к сожалению, это не доджит. Есть ответный стан от Мэтью. Привязал хорошо, но Франк умрет. Не получилось. И тем временем погоня получается с Лео Стайлом. Дуэлька под конец ультимейта Оракла получается. Вроде как должен умирать, нет? Нет, поздновато немного так получилось. Лелис не затаймил с ультимейтом. Но все равно забрали двух коров и саппорта. И суммарно получилось хорошо. И вышка до сих пор стоит. Ее можно заденать в целом уже 86 хп. Ну, looks like легкая для Quinty Crew. Потому что такое преимущество на 13-й минуте. Это много, очень много. Зевс не работает. Фантомка, опять же, просела. Очень сильно просела уже на 2000. Чем вот Старш Блэйда. И как выигрывать здесь, непонятно. Пока что. Ну, у нас пока получается вот именно очередная катка, где ТБ просто перефармит эту фантомку. И фантомка просто не сможет вообще ничего сделать. И пока там у нее будет этот БФ дособираться, у Террора будет целая монта. А причем даже такое ощущение, что монта у него может появиться и быстрее, чем БФ у фантомки. Так что смотрим, наблюдаем. Вот что-то такое ощущение, что Квинсия опять байтит на этот Тавр, на вот эти вот остатки Тавра. Да-да-да, они специально. Они не сбивают Тавр, не динают его. Лилису дали понять, что его спалили, на печеньке пытается свыжее подсейвить. И подсейвил же, хорошо. И пресс-зоатак работает. И на Блинке уже уходит. Господи, у Легионки уже Блинк. У Легионки уже Блинк 2-0-1 имеет. Все хорошо. Сейчас можно напасть еще в ответку. Ну там фантомка далековато. Все остальные под Тавр ушли. Приходится уходить. Лео ставил вообще не в игре. Пока он вынужден фармить. У него монотапок только появился. Сейчас будет Линзу добирать, разбирает этот монотапок. И все-таки с ДН или вышку, понимая, что здесь им придется долго стоять и ждать, когда снова сунутся сюда Тандер Предатор. Они пока не настроены. Так, фантомочка все БФ свой варит. А у Террора монта подъехала. Очень быстро. 12-ая минута монта есть. Причем ПТ монта, а не просто монта. А БФ, ну даже не пахнет пока. Тут еще половина Клеймора и Вейтстоу нужно собирать. Его отпустили, он просто фармил. Он именно приходил в драки, только когда там по их лесу, по его лесу, бегали вражеские персонажи. Он просто все это время фармил. Он фармил на лайне хорошо. Он ушел в леса, когда Квин просто начал бегать по карте и развлекать всех. И он просто все это время фармил. Лешак там забирал очень много киллов. Сколько у него там счет у Лешака? 5-0-3. Лешак очень много киллов, очень много товаров. Но... Мы эти зацепили. Бабка заплевывает. Работает. Хорошо. Комбинушка сработала. Бризи-бризи. Ох, ну знаешь, здесь еще стоит учитывать то, что здесь Бунтосы очень круто контролились команды Кинсикро. То есть это тоже составило, я думаю, неплохую долю от Нетверсового террора. Да. Баунтинг было очень много забрено. Ну, два раза... Сейчас они могут тоже штучки 3 законтролить, если... Два раза 4-0 было. Здесь вообще можно. Побежал за Бунтосом, побежал, но что-то пол лица потерял, пока бежал. Как бы не помер. МСС засейвил немного, хотя это... Да, он блинкаут сделал просто из-под дизрапшена. Круто получилось. Ну, не получилось Бунтос взять, но хотя бы стянули сюда всю команду. Опять же мешает он там фармить спокойно. Ну, Лелис, ну давай, на БФчик тоже дофармим. Ради кристалли. Ну, еще 700. Еще 700 голды. Это только вот он с БФом будет. А с БФом он не боеспособный. Это как антимаг. Нужно еще фармить. Ну, вот у антимагов это все как-то попроще получается, к сожалению. Жалко, кстати, что антимаг подвыпал из меты. У антимага есть воид, который может там в драку прийти, или шака, который без мана дать от воид и убить. И демочи всей командности, потому что это уешенный скилл. В понтопке нет таких скиллов мощных. Есть криты, которые не выпадают иногда. Лелис тем временем дуэльку забирает на Слардере. Франк в очередной раз умирает. И дальше у нас будет забираться. О, ТБ! ТБ погиб. Ну, Кэсси, ну, в ответ надо деда брать, конечно. У Лео Стайла, тем более мана закончилась. На стан его поймали. Сейчас переживут его маг-резист, который повесил на него оракул. И нужно переживать этот ультимейт. Но он сделал ТП-аут и лопнуть уже не должен. Да, он там спокойненько... Нет, лопнул на базе. Нифига себе, сколько... Там очень много демэджа влетело. И просто реген, который был от Фонтана, он не перебил весь этот демэдж. Поэтому там очень жестко. Ну, а минус 3 в размен на ТБ. Как там ТБ помер, это еще вопрос, потому что он не успел ни Сандер нажать, ни бетаморфозу. Видимо, его как-то под стан от ВР-ки фокуснули, что ли. То есть он под контролем был явно. А, ТБ его просто заспамили. Вообще ничего не нажал парень. Ну, ладно, Т2 вышку забрали, минус 3 сделали, Ивар уже резнулся. БФ появился только-только. Это что, у нас Франк опять мертвый, что ли? Ну, Дуэль не успели забрать в этот раз. Ну, зато реализация Mortimer Kisses. Да, бабка прям бережет его именно под Лелиса. И пока не особо-то сейвит от этой комбе, я смотрю. Лео Стайл. Ну, под Т3 вышку полезется, что ли? Ой, как больно-то. А чего бы нет? А чего бы нет? Нужно лезть, нужно лезть. Так, еще вот иллюзками его как раз-таки подбить. Может ли чем-то помочь? Вообще никто ничем не может помочь. У Оракулы еще ульта в КД. Изи, минус Дед. Но в размен Лелису, конечно, там стил Оракул с замакшенным Юрифайм Флеймс. В размен хороший. Да. Очень хороший. Ну, ему деньги тут не самая приоритетная цель, конечно. А вот его разобрать, конечно, было бы круто, но некому это делать. Два саппорта не справятся. На всех парах ищет фантомку. Не находит. Она крипскипить может. Сейчас начать. Там все-таки Т1 вышка стоит. Хотелось бы эту линию хоть оставить живых, потому что Т2 вышки по другим линиям уже принесены. По-хорошему можно дождаться плюс одного слота на Террория. Вот он хочет пику себе взять. Пойти на Рошана и после этого на Т3 пытаться зайти. Почему бы и нет? Пока у фантомки ничего не имеется. Она все-таки хочет дизоль себе делать на Next Artefact. Ну, если вдруг получится и Amplify повесить, чтобы его не сняли и под дизолем, тогда это ощутит Ивар, конечно. Но Сандер никто не отменял. Презоатак никто не отменял. На Томке трудная жизнь будет. Трудная игра. Опять же, Свардар здесь не работает вообще. Ну, нефиг пикать было. Ну, не то, что не работает, он неэффективный. Всегда можно фокуснуть как бы Легион Коммандера и потом уже раскидывать свои короди в Хейтзе. Понятное дело, что как угодно в Доте может произойти. Но, опять же, если при хороших раскладах презоатак, сейв Шаду Дямона просто не даст нормально фокуснуть здесь кого-либо. Смок пошел. И можно и без террора пойти вчетвером половить кого-то в лесах. Но сейчас они могут напороться на фулл стак. Хотя, пока вроде на мизе так побили крипов довольно палевно, это можно было заметить и отойти. Вниз надо идти под территавр, и если сейчас меститься в смоках, можно поймать на халявого килл. Да, вот как раз таки под тревышкой. Лео Стайлан, например. Парень слишком близко к репам подошел. Должен сейвить оракал. Не успел дизрапшин вовремя повесить МСС, но Лео Стайлан здесь в любом случае должен умирать. Уже безумно много дэмажа по нему влетело. Напоследок ульту закастовал. Лелис выжил на суперлоу хп. 38 хп у него было и то это уже, с учитывая то, что у него там что-то подрегенилось. Ну и из два фрага опрыгнуть хочется и добить. Нет, надо отходить здесь. Очень больно. Так. Там, не помню, уже не видела, в кого даггер летел. Ой, еще и стрела сверху, но пресс-за атак немного поработал. В него и летел. Как он там его за деревцом ты так мог увидеть? Как-то увидел. Ну, видимо, да. Потому что даггер-то пропал, когда дизрапшин закастовался, значит, в него реально летел. Но все, чутенько отыграли к Виссикру, чисто забрали два фрага, чисто забрали большую часть от ревышки. Со следующим заходом он точно будет падать, но вообще тут... хотел сказать, тут дабл дэмэдж можно отдать террору и пойти Рошана бить под меморфозу, но что-то Квин решил забрать. Квин уже аганим. Сильно. Сильно. Это как раз-таки еще плюс миллиард дэмэджа с пульсы за счет того, что третья способность туда подливается. Давно я, кстати, не видел этого аганима в деле. Да я, по-моему, никогда не видел, если честно. Да, пульс снова работает и там рандомно молния вылетает. Это больно, на самом деле. Каждый полет. Знаешь, из серии такой магический игрокоптер. У меня еще какая-то ассоциация приходит в голову, который там спелл параллельно кастует. Не знаю, знаешь, что-то типа ульты луны, которые от бима зависят, то же самое. Но тут пока Лешрак у нас максимальный маг дэмэдж имеет, который только можно выжить. И вот тут такая ситуация, что действительно ультимейта уракла может быть оказаться недостаточно, чтобы засейвить того же самого Зевса. Ну просто мы видим, уже раз за разом они перебивают эту ульту. И вот был момент, когда Зевс и на фонтане умер. То, что он сумел выйти из файта и добежать на фонтан и простоять там три секунды, это вообще ничего не дало. Ну Зевс слишком мало ХП, чтобы его... И слишком много дэмэджа у Куинси Крю, чтобы этот реген справлялся вообще с этим всем дэмэджем. Потому что два героя на него накинутся, бабка просто начнет заливать Мортимер Кейса, с регеном уже не справляется. Ну, ребят, ну что, ну что, можно Рошана, Квин, привязкой не попала Виндрейнджера и умерла. Так Божил и спряталась в прошлой игре, а в этой игре вообще что-то пока это ВР-ки не видно. А это ВР-ка. Это... А это ВР-ка с Дискордом. Это такой герой, который очень нестабильный в плане скиллов. Ну, смотря в чьих руках находится. Ну, реально, в Шекл очень нестабильный спел. Он может залетать, а может вообще не связывать под прямым углом. Ну, это да, бывает, бывает. В линию, в линию, то есть. Особенно иногда пролагивает эта анимация и смотришь, как там чуть ли не с фонтаном тебя связывают через полкарты. Ты еще не понимаешь, к чему тебя привязала, как. Но Ивар все-таки вышел на Рошана. Иногда прям не связывает, когда ровно ты вот прям напротив дерева управления. Да, иногда под 90 градусов вяжет. А иногда под прямой угол да, тебя связывает. Так, ну что, есть Аегис, есть две внешние вышки, которые можно абсолютно спокойно забрать. Ивар даже не будет пытаться толкать крипов и пока работает мета просто заспамит Т1 вышку. Глиф на него нажимает, вообще плевать, переагрит на какого-нибудь своего... свою Илюзку. Да, только сейчас на Илюзку переагрил. Минус Т1. Минус Т2. Дождаться метаморхоза как раз-таки новой и заходить на Т3 можно будет. Ну, сейчас он добавит все скади. После скади он добавит все МКБ. Возможно, рапиру. Опять же, что пробивать эту фантом. Да, без рапира сегодня. Да, у вас сегодня без рапира. Так, он у нас фантомочку нашли в самом неожиданном месте. Он по всей карте бегает за ней. Он ее ищет. И сейчас у нее даггер еще появился и фантомка вообще перестанет уходить. Так, Франку сбили телепорт. Самонадеянно было думать, что против такого драфта получится в принципе телепорт сделать, не используя БКБ. Да здесь и БКБ бы не помогло. Просто доили и подошли бы, сбили. 25 минус 16 тысяч. Они очень приближаются к отметке 1000 голды в минуту. К отметке ГГ, мне кажется, они приближаются. И к отметке ГГ подавно. Да, тут на самом-то деле вопрос времени, когда танды раздадутся. Какие-нибудь спириты на их месте уже бы написали ГГ. Виртуза уж тем более уже 10 минут как ГГ бы написали. Ну, а тут что-то ждут у нас тандеры какого-то ультимативного файта. Но супер очевидно то, что фантомка у них вообще ничего не может на данный момент. Она причем решила переобуться, не дособирать себе диффуза, ой, прошу прощения диффуза, дизоль и перейти на БКБ. И БКБ у нее вроде как даже возможно дофармится до конца игры. Но демедж от нее будет 0,1. Мы в финале Венеров на ИТе писали ГГ на 6-й минуте. На 6-й. Это, знаешь, тоже своего рода сталь характера показать. Ну, все идет не по твоему плану. Вот прям с нулевой все идет не по твоему плану. Как ты задумал, как ты проработался в голове теорию, да? Все не так пошло. И после этого можно писать. Ну да, учитывая то, что если... В дальнейшем ты не справляешься. Катка в одну калитку проигрывается. Условно говоря, на 6-й минуте уже очевидно, что ты все линии в салат проиграл. Бывает такое, что дальше пытаться играть это просто тильт. Ты просто дезморалишь себя, дезморалишь других и все потом уже на очень плохом настроении будут следующую катку на стартовать. Там еще другая ситуация была. Просто Бруда заходила на что-нибудь уже на Тир-3 Тауэр. Но все годы это был дефолт. Поэтому... Ну, кстати, мы с Кристаллом это смотрели, ты это мясанул. Здесь у нас была Хардлейн Бруда, по-моему, от Зумеров. Макс Форевер, да, играл. И вот я такая подумала, ну вот пахнет вот эта вот Брутка там разлива 2013-2014 года, которая реально на 6-й минуте могла на ХГ уже заходить. Но нет, он там проиграл. И причем там реально была тильтованная ситуация, потому что он играл один. Ему нужна была минимальная поддержка от команды, он там много слотов имел, но его все кинули почему-то. И такое ощущение было, и реально по факту так было, то, что он сказал, все, ребята, я 40 минут ФК лес, и так они катку и проиграли. То, что он пытался заколить на что-то, команда не вышла и забил. Бруда должна подключаться все-таки. И как раз таки Аганим ввели, чтобы не было такого ФК фарма, вот этот Аганим, который дает миллиард сеток, 20 штук, да? Да. И который ты можешь по всей карте расставить и не фармить там один лайн и не спитушить его, чтобы ты постоянно был в драках. Ну, раньше Брутка была совершенно о другом-то. Многое в ней изменилось, не только Аганим. Не, ну ты просто говоришь, что вот именно с добавлением этого Аганима она стала более мобильной. Да, да. Ее Аганим же вроде как добавили в этом виде, когда для всех Аганимы появились. Угу, угу. Не помню, чтобы для нее до этого Аганима было, если честно. Не, до этого не было, по-моему, Аганима. Именно в патче Аганимов до всех. Сейчас уже и не вспомнишь. Какие-то такие непопсовые Аганимы особенно. Такс, ну, SVJ что-то, мне кажется, далеко отзашел. Но бабку есть никто не захотел. Испугались идти так далеко, и бабка просто через клиф перепрыгнула и уехала. Ива решил, у нее был как бы Манкинбар, решил отказаться от него в пользу пики. Но фантомка крип, зачем против нее предметы собирать? Ну, пока да, пока она крип. Вот он, кстати, о чем я и говорил, то что вот из того, что тебя к базе уже настолько сильно прижали, и ты вынужден драться, отказывается от дезолятора и собирает вторым слотом боковая. Вот. А сейчас только после этого начнет собирать дезолятор. И вот это как раз таки нехватка темпа фарма у фантомки, когда ее начинает сжать. Знаешь, что не радует? То, что весь Аегис просит или АФК. Что-то могли столько драк навязать, но они почему-то постеснялись на хайграунд идти, видимо, действительно ждали слотов на терроре, но он зафармил уже все, что можно было зафармить вот именно из ближайшего на тот момент. И пика есть, и скаде есть. Ну, конечно, он там дальше еще будет продолжать что-то делать. Может, МКБ сейчас уже можно сделать, конечно. МКБшку надо. Ну, что-то надо, чтобы фантомка пробиваешь. Ну, дай, бай, бай. Она лопнула просто с пяти ударов и как бы проблем не было. Ты просто делаешь один залп всеми иллюзиями по этой фантомке, она умрет. А для этого тебе нужна МКБшка. Так, там у нас что, Слард Дарыч? Хотят, вот прямо хотят на своем хайграунде тандры драться, пытаются фармить то, что подходит к их лесу. К сожалению, для фантомки этого маловато. Ей нужно еще довольно много на последний Митрилхаммер до Дезолятора. И то это уже будет очень слабенько против того сетапа, что есть у террора. Заходить трудно против Зевса. Все-таки не стоит недооценивать этого парня. Этот герой сильный. Опять же, под Нимбус и под, не знаю, какую-то связку всегда можно одного героя вкуснуть. Поэтому смысл рисковать, когда можно дождаться следующего Рошана две минуты до окончания основного таймера и там уже решить. И взять там сырок какой-то для Шака, взять Айгис для этого террорблейда и просто пойти и уже снести. Хотя вот они хотят очень напасть на этот нижний Тиррит Тауэр, что кто-то выйдет с хайграунда просто. Что кто-то подойдет отпушить и сдохнет. Байтит, байтит, байтит. Они под этот вар. Да, не получается вообще пока. Плевать будет? Бабка очень хочет плюнуть. Вот она, придется, давай байк. Так, забайчено, забайчено. Франк чуть-чуть высунулся с ХГ, но маловато оказалось. Бабка плеваться все равно-таки начала и просто Лелис выкатил себя на хайграунд. Правда, может погибнуть. Нет, выживает. Ну и Франка засейвили. Хорошо, Оракул отрабатывает. Он просто за счет своей второй способности это сделал. Но тут ревышка упала. В целом цель достигнута. Раньше это, конечно, большее бы значение имело, когда еще эпоха Шрайна была. Но тоже приятненько. Линия будет толкаться постоянно. Но решили продолжить даже атаку. Слушай, ну-ка. Франк. Его можно добить с ручки уже. Но он успел отползти подальше. Евар очень не хочет высовываться на ХГ. Да, он МКБ будет фармить. Ну, уже легче следующего Рошан реально дождаться. Потому что там метаморфоза сейчас в хулдауне будет огромным. Как раз она откатится. Появится Рошан. Хотя может и не повезти. Рошан появится гораздо раньше. Но толком-то Тандр Предатор будет довольно трудно за него воевать. Давай, делай ставку. 40 секунд. Я поставлю на 5 секунд. 5 секунд? Да, я все пари проигрываю. В принципе, у меня... чатик, делайте ставку. Когда появится Рошан. Точное время. Погнали. Я ставлю на минуту 15. Ну, если будет минут 15, то изящий МКБ. У меня просто 0% винрейт в любых спорах. На что бы я не спорила, когда бы я не спорила, я никогда не выигрываю. Вообще никогда. Хорошо, что я ставки хоть не делаю. Так. Правильно. Сейчас 8 секунд до дополнительного таймера узнаем. Дабл дэмэдж квин нашел, бутылочку оставил. Вот для товарища Тераблейда. Угощайтесь. Минута с 37. Да. Ну ладно, метморфоз откатится точно. Ну и Дезолятор появился, но как слонул дробину уже Дезолятору, Евара сколько там? 38 армора. Сколько там сейчас Амплифай? А, там Амплифай первого левела еще, господи боже. Хорони Господь эту слонул дар. Только 12 сейчас будет получать, и то там 38 армора. Да. Там Кераса не замечается, ни у кого. Ну, допустим, минус 15 с Амплифай, если вдруг Лелис не законтролит и не снимет. Допустим. Еще минус Дезолятора 6. И это только половина армора, которая есть у ТБ. Лешрак себе добавил, опять же, армор. Да, плюс 10, минус 3 с Шали. Как раз Плотмейл взял. Хороший выбор, на самом деле. Ну, не фул Керасу делать, он Шиву в дальнейшем. Да, может, даже Шиву, да, сделать на Керасу. Не, Керасу не надо, Шиву, Шиву, конечно, это Шалишрак. Вот. Чуть-чуть, 40 секунд. 40 секунд до Рошана. Его дожидаются и идут. Посмотри, какая руна у Таррблейда в баночке лежит. Да, да, да. Это Лешрак для него Бэтл одолжил, чтобы специально... Или бы этот смог. Ребят, давайте, на мужика идите. Нет. Ой, как больно. На фаерке. Нож в спину оказался болючий. Ну, Снэффайр сейчас может плюнуть Лелисом, например. У нее аганим уже есть. Может плюнуть кем угодно. Ну, я боюсь, что не будет ШД обраданного, если им плюнуть. Так что, наверное, все-таки Лелис. Да-да, Далегу надо вперед пускать, у нее Блэйдмейл, пускай танчат. У нее Блэйдмейл, у нее Репэр-кит. И 2000 хп даже нет. Ну, ладно, Лелис тут на самом-то деле хорошо на инициативе работает. Да, у него очень много дуэлей запарывается именно из-за наличия Оракула, но по-хорошему, вообще-то, Оракул должен был еще чище отрабатывать. То есть там вообще лего-контролер. Волшебство. Теперь для себя любимого Квинт подобрал. Ну, вот Рошайну надо брать теперь уже. Сыра Эйкес. Вот это вот все. Ну, вот он. Дабл дэмэдж. Вот. И вылезли с хайграунда черти. Надо их пытаться теперь убивать. Очень-очень зря, мне кажется, они это сделали. Лелис. Слодар, первичь четырех ударов не умер. Мэтью. Еле живой, но успел отойти немного из-под рейнджей атаки Квина. Пытается Ораку уйти, просто повесив ультимейт на себя и тем самым подставлять всех своих тиммейтов коров. Но те вроде как успели разойтись все, кроме Франка, но на Франка мы, в принципе, уже не надеемся никогда. Все, можно отменять Рошан и заходить на ХГ, пока ДД работает. Да, просто хайграун сейчас добьется. Там еще и ловит у нас и Зевса. Единственный. Нет, не ловит Зевса. Тут еще Пагдор не должен включиться. Да-да-да, все, успели крипы подойти. И они умерли в прошлый раз быстро, но новые пришли еще быстрее. Так что это минус сторона. Может даже минус две стороны. Может по миду пройтись, может барачки внизу забрать. Что-то тут даже не ясно, чем ответить могут андерпредатор. Вроде без Верки не сказать, что сильно что-то руинится в их планах. Но с другой стороны хотелось бы все-таки не в меньшинстве нападать. Иллюзией можно сделать из стартблейда. Да, приют Лелисом. Цепляет Лео Стайла сразу же, но это без вершечка, конечно, такой блевок метки получился. Минус два сразу же прописывается. Это минус франк, минус Лео Стайл и нету байбэк у Лео Стайла. Центральный коридор тоже должен падать. Я думаю, на третий тоже можно выходить. Смело. Да хоть трон можно идти. Ну надо мне крепо делать, но слишком большой перефарм. Таура еще нет, тем более, бараки быстро сносятся дем уже очень много и в принципе на этом игра должна закончиться и в арбе без Региса. Так, первый файт фантомки в этой игре. БКБ прожимает. Хорошо. Десятисекундная, как мы помним, и просто выхиливает на печеньке Легионку у нас бабка и Квина тоже не получается это покусить. Выходит здесь так, что БКБ закончился, надо уже отступать от этого Квина подальше и бабкой снова плюется Лелисом и погибает Лелис. А Блэйд Мэйл-то не включил? Нажал бы Блэйд Мэйл, там все бы сдохли. Все бы умерли, да. Фантомка точно. Ну ладно. Сейчас можно пока вот эти два парня чилят в таверне пойти Ярошанову заняться, если честно. Блин, ну вот такая игра продлевается, конечно, которая не должна столько идти. И казарма мечников одна стала стоять сротливо, но до мега крипов не дали это вести дело. Ну, супер крипы тоже звучат неплохо, в принципе. Too much cookies. А вот тут нежданчик. Да, внезапно тут, кажется, Ягис будет украден. Ну, кась. Не успеет, давайте. Не успеет. Ну, нет, успевает. Квинт сейчас всех разнесет. Он в соло всех разнесет. И украдет Аегис, да? Да, 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 да. Ой, изличайший Рошан, изличайший Аегис. Все подобрано. Квинт в лучших традициях. Игр Гэй пишет Лео Стайл. Как и прошлая игра закончилась, так и эта под ту же самую дудку. Шикарно. Ребят, где-то мы это уже видели. Да, что-то какое-то дежавю легкое. Да не легкое, оно прямо серьезное дежавю. Ну что, тут у нас все-таки 2-0 получилось. Очередное от Квинси Крю. Очередное. Но хотелось бы видеть, конечно, здесь самую крепость бытия от них уже и в плей-офф стадии. Здесь уже очевидно, что они в сетку ванеров выходят однозначно. И даже, скорее всего, выходят с первого места, учитывая то, что там у них происходит. Ну что, пока история довольно серьезная у нас прошла на этой серии. Дальше у нас будет игра... Информа против Энви компании против Team Zero. Ну, не из Team Zero, как они фаны сейчас называются. Ну, они что-то там им удали развлекаться с тегами, как хотят. Вот они ставят этих фурфанов. Не знаю, почему, если честно, нафиг так делать. Ну, в общем, неважно, это их проблема. Наше дело правое это дождаться этой катки. У нас здесь до матча получается минут 15-20, как обычно. Мы пока будем уходить на паузу и дожидаться этого самого матча. Ребят, вы далеко не расходитесь. Ребят. Ребят. Ребят.